Максимальная нагрузка Восточного 15 запусков ракет в год. В ближайшие месяцы планируется строить новые стартовые технические комплексы, строительно-эксплуатационную базу, автомобильные и железные дороги, микрорайоны 12 тысяч жителей. В региональный бюджет с начала года стройка дала больше 90 миллионов рублей налогов. Есть, конечно, и трудности, сообщил депутатом Константин Чмаров. Нужно увеличивать темпы работ, получать разрешение на строительство ряда объектов. Выступление зампред закончил на оптимистичной ноте. Назвал космодром локомотивом развития экономики области. Ну а самое главное, я думаю, это сказать, что позволит людям верить в то, что здесь можно родиться, получить образование, остаться работать и жить, создавать семьи. Однако депутаты в этом усомнились. К большому сожалению, Амурская область имеет очень много объектов федерального значения. Ну что имеет Амурская область от этого? От гидроэлектростанций высокий тариф на электроэнергию, от нефтепровода опасность заражения территорией, от БАМа, единственное, что осталось только стук колес, не получится летать из космодрома. Некоторые народные избранники считают, что космодром, а точнее потенциальное ухудшение экологической обстановки, причина заметного оттока населения. На что Константин Чмаров ответил, беспочвенную панику из-за гептила создают журналисты и некоторые партии. На деле использование разгонного блока фрегат безопасно для экологии. И нагнетается страх, нагнетается, подхватывает партии. Нет гептилу, нет еще чему-то. Да вы разберитесь, к какому гептилу нет. И как создать космодром, который бы соответствовал всем параметрам, понимаете? И можно было все это разбить и включить, что показывают. Вы же государственные люди. По этому поводу развернулась полемика. Депутаты напомнили, что еще в прошлом году чиновники уверяли, гептил на космодроме не будет использоваться абсолютно. И сейчас каким-то образом уже публично из ваших уст и губернатора говорится о том, что да, гептил будет использоваться. Вот скажите мне, какой здравомыслящий человек, который верит в власти, может после этого оставаться? И тут, конечно, неизвестно, какие сюрпризы в кавычках вы готовите, да, для населения. Это ваша недоработка, что люди уезжают, понимаете? Что они, возможно, поддались какой-то панике. Действительно, вот состояние общества, амурского, как паническое, я по-другому не оцениваю. Мы за космодром, но мы против вранья власти и против гептила. И гептил будоражит сейчас общественность. Если вы считаете, и это прозвучало сейчас, что гептил только во фрегате. Если вы сами считаете, что гептил это та проблема, которая будоражит, давайте от него откажемся. Отказаться от гептила совсем невозможно, пояснил зампред. По его словам, в мире нет ни одного космодрома, на котором бы не использовался гептил. Чтобы успокоить население, народные избранники предложили в СМИ опубликовать серию статей, поясняющих, что будут соблюдены все меры безопасности при использовании гептильного фрегата. А 4 июня в область приедут ученые-экологи из Москвы и Барнаула. Они начнут проводить на космодроме экологическую экспертизу. Наталья Храмова, Василий Пронькин. Альфа Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова